Всем привет из Лос-Анджелеса! Вы на канале «Жизнь в Америке» с Анной Оникой Джудан. Сегодня мы продолжим тему еды и отправимся в супермаркет, полюбуемся красотой овощно-фруктового изобилия. Кстати, очень многие продукты в Европе, которым привыкли считать своими, пришли из других стран, прижились и стали привычными. Ну что, поехали! Такого понятия, как сезонные фрукты и овощи, тут нет, благодаря солнечным дням и близости Мексики. Здесь вы всегда найдете в продаже арбузы, виноград и клубнику. Друзья, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, пишите комментарии, поддержите мой проект. И я с удовольствием сниму еще много интересных видео о жизни в Америке для вас. Когда американский континент был открыт Христофором Колумбом, в Европу на кораблях торговцами были завезены десятки растений и животных, о которых европейцы ничего не знали. Они поразились невероятному изобилию. Из Америки в Европу прибыли спаржа, папайя, ваниль, авокадо, арахис, даже красный, острый и сладкий перец. Я уже не говорю об общеизвестных фактах, таких как картофель, помидоры и кукуруза. Все это отлично прижилось в Европе. Правда, потребовалось немало времени, чтобы это все великолепие оказалось на столах и сегодня стало для нас уже совсем привычным. А начнем мы с хорошо знакомых нам баклажанов. Помните, как в известном фильме «Безымянная звезда» Михаила Казакова? Мона, баклажаны, это же ее любимая еда. В Америке баклажаны называют «экплант», что переводится как «яичное растение». Это потому, что первые сорта по форме напоминали гусиное яйцо. А вот тыква – это сезонный товар. Они бывают большими и маленькими, зелеными и желтыми. Их завозят обычно осенью. Здесь есть даже тыквенные базары. Правда, многие используют тыквы для украшения домов. Из них делают экибаны и подсвечники на Хэллоуин. Американские хозяйки любят готовить тыквенный пирог. А в кофешопах вы можете заказать кофе со вкусом тыквы. А вот это, видите, называется томатила. Это как бы такие томатики в таких вот листочках, да? А еще есть физалис. Это вот такие же томатики, только маленькие желтенькие. Это как бы фрукты уже. Смотрите, какая интересная штучка. Я не знаю, как правильно читается. Шайотк-цквош. Никогда не ела. Не знаю, что с ними делать. Рядом кабачки. С кабачками что делать, знаю. Но они тут называются мексиканские тыквы-цквош. А это тоже финики. Видите, они, наверное, более спелые. Интересно. На виноград похоже. Дамский пальчик. Но это киники. Видите, геометрические бананы. Квадратной, цилиндрической формы. Я думаю, их надо жарить. А это корень яки или юки. Мы вот кактусы снимали и там росла такая. А, это цветок такой. Да, да, да. А это кокна. И вот там бананы. А это папайя тропическая. Очень вкусная. Из нее очень классные салаты. Отвести взгляд от этого экзотического рая очень трудно. Хочется попробовать все. Ну, или почти все. Мы даже не знаем, как многие из них называются. Давайте познакомимся с драгонфрутом. Общее название плодов Питая. Это плоды, вы не поверите, кактусов, растущих в Мексике, Центральной и Южной Америке. Только не пытайтесь есть плоды обычных кактусов. Это специально выращенный вид диких кактусов, а не тот, что растет на окошке у бабушки. Плоды драгонфрута покрыты листовидными чешуйками, похожими на кожу дракона. Они могут быть красными или желтыми. На вкус они похожи на киви, но не такие кислые. Цветет этот вид кактуса только ночью. Это крупные ароматные цветы, и опыляют их ночные бабочки и маленькие летучие мыши. Этот фрукт подходит для любой диеты. Он не очень сладкий, значит низкокалорийный. В нем много витаминов и минеральных веществ. Скажу по секрету, это мой любимый экзотический фрукт. Но его надо есть охлажденным, тогда он вкуснее. Спаржа – еда сегмента лакжери. Именно она олицетворяет роскошную еду, ее изысканность и аристократичность. Она, вы не поверите, близкий родственник гладиолуса. Ею вы вряд ли накушаетесь, но как гарнир и витаминная добавка, будет очень даже вкусно. Спаржа – гастрономический акцент очень многих блюд. В ней много микроэлементов, витаминов и полезной клетчатки. Вот так плавно мы переходим к кактусам. Мы привыкли, что у нас кактус – декоративное растение. А во многих странах это сельскохозяйственная культура. И что это отличный гарнир, многим не верится. Из языка колючки вынимать не надо. Это надо сделать заранее. Африканцы первые начали готовить еду из кактусов. А древние ацтеки с еще незапамятных времен делали из них настойки. В Мексике, например, очень популярна кактусовая водка. Даже на гербе Мексики есть изображение кактуса, потому что она является самым большим экспортером кактусов. Их выращивают на специальных фермах. А как же есть эти кактусы, спросите вы. С листьев предварительно удаляют иголки и кожицу, маринуют и готовят на гриле с бифштексом или подают на завтрак к яичнице. А что это? А это листья банана, мягкие и гладкие. И что их тоже едят, предвижу вопрос. К счастью, нет. Их активно используют для приготовления еды, как оберточную бумагу для запекания рыбой или мяса. Они не лопаются и прямо на них можно подавать готовое блюдо. Идеальная разовая посуда. Рыба и мясо, завернутые в банановые листья, приобретают экзотические нотки во вкусе. Рестораны азиатской кухни часто используют эту эко-посуду, что выглядит очень эффектно. Манго занимает почетное место на столах американцев. И народ их активно покупает и кушает, как самостоятельный десерт и в составе салатов. Об овощах и фруктах можно говорить постоянно. Артишоки. Очень интересно. Их, оказывается, можно есть. А я-то думала, что и кибаны делать. Кто-то пробовал? Расскажите. Я так полагаю, что это очень диетический продукт. Их едят как свежими, так и консервированными. Смешные штучки. К списку этого заморского рая обязательно добавим авокадо, из которого делают гуакамоле, мексиканскую пасту, а также его добавляют в салаты и бутерброды. На прилавках очень много разных трав и салатов, из которых любят готовить листовые салаты и смузи, любимое блюдо американцев. Берешь кокосовое или миндальное молоко, добавляешь сюда фрукты, овощи, все, что любишь. И вот вам отличный витаминный завтрак. Это не полный список наших любимых продуктов, которым мы обязаны мореплавателям. Хочется попробовать все, начиная с драгонфрута. Сегодня многие рестораны закрыты и фермеры не могут продать свой товар. Овощи и фрукты тоже стали жертвой пандемии. Они просто остались не собранными под палящим солнцем. Сельское хозяйство пострадало. Многие фермеры жертвуют свои продукты в продовольственные фонды, приглашают желающих самим собрать для себя урожай. В Штатах, чтобы граждане могли сократить процесс приготовления пищи, в магазинах можно приобрести уже почти готовые, но все-таки полуфабрикаты. Это еда, которую нужно положить только в микроволновку или духовку. Конечно же, самому можно все приготовить. Но если у вас мало свободного времени, вам всегда на помощь придут наборы полуфабрикатов. А что вы думаете об этом? А вот и наш заокеанский гость перец. В Европу он привезен Христофором Колумбом, а в России попал через Балканы где-то в середине 17 века. Здесь есть огромное множество различных видов перца, от острого чили до сладкого. Его жарят, добавляют в салаты, фаршируют и маринуют. Вот и мы хотим сегодня поделиться с вами рецептом фаршировки болгарского перца, пришедшим еще от наших бабушек. Сегодня перец подается к столу почти в каждой семье. Я попросила свою маму рассказать и показать, как фаршируют перец у нас в семье. Давайте посмотрим. Друзья, поделитесь своими рецептами приготовления фаршированного перца. Всем привет, друзья! Сегодня мы решили делать фаршированный перец. Натерли морковку и корень петрушки. Порезали лучок, молодой лучок зеленый и петрушка с укропом. Также запарили рис и запарили перцем. Будет вкусняшка. И жарим до полупрозрачности. Лучок до полупрозрачности дошел. Добавляем морковку. Мы пассеруем лук с морковкой. Морковку обязательно нужно пассеровать. Она тогда начинает выделять витамин А. Это жирорастворимый витамин. Обязательно с маслом пассеровать. И мы смешали рис запаренный с фаршем индейки, зеленью, перец с лимоном белый и соль. И вот фарш уже готов. Мы положили туда пассерованный лук с морковкой. Еще раз напоминаю. Перец белый с лимоном. Зелень. И посолили. Все перемешать. И сейчас будем фаршировать. Вот перец мы запарили. А для чего мы его запариваем? Чтобы он не был жестким. Здесь немножко перцы имеют консистенцию более толстую, чем у нас в Молдове. Поэтому в Молдове мы тоже запариваем перец. Здесь запариваем. И затем набиваем полностью фаршем. Ну вот у нас перчик красавчик. Он готов для фаршировки. Приступим к фаршировке. Ну вот мы нафаршировали перчик. Обратите внимание, не до краев и не прижимаем. Потому что рис еще будет увеличиваться в объеме. И чтобы сохранить форму, нужно не нажимать на фарш, не вдавливать его. А просто зафаршировать спокойно. И оставить небольшое расстояние до конца перца. Вот прикрыли крышечками и картина маслом. Сейчас мы туда еще добавим немножечко водички с зеленью и томатным соком. И начнем готовить. Вот в заправочку добавили специи. Перец, соль, зелень. Немножко томатного сока. И сейчас поставим готовиться. Еще хотел сказать, готовить перец надо в кастрюле с толстым дном. Либо в казанке. Если вы не использовали весь фарш, это не беда. Вы можете сделать ершики и обжарить их. Либо заморозить. Очень хорошо хранится этот фарш в замороженном. И в следующий раз просто подготовите перцы, а фарш уже у вас будет готов. Готовить перцы нужно на медленном огне. Примерно 45-50 минут. Ну вот, наш перчик уже почти готов. Жаль, что вы не чувствуете аромата, который распространился по всей квартире. И через 5 минут мы уже будем выключать готовый перчик. Вот и готовый перчик. Если вам понравился наш рецепт, берите на вооружение. Друзья, присылайте свои рецепты, как вы готовите перцы, как вы их сервируете. Приятного аппетита!